Погнали, Юрец! Здесь они все полегли, мы сейчас идем, позавчера гранату нашли. Бегом на танк, бегом! У меня больше нет сил ехать дальше. Наш единственный вариант, это гнать сейчас к тачке. Вот это история. Короче, будет весело, да? Будет очень весело, да. Антон, чего? Что, чего? Обычно, когда едешь на рыбалку, ты понимаешь, что треть вещей ты обратно не вернешь. Но, блин, у нас таких нет. Все вещи, которые мы сюда взяли, они размокнут, испачкаются. И надо будет их с большим трудом под дождем моросящим в холод пихать обратно, парни. Вот это история. Ребята, всем привет! Вы на канале Мульчер Эксперт, и с вами я, Антон Хатунцев. Сейчас мы находимся в Новгородской области, на линии электропередач 750 кВт. Что мы здесь делаем? Я решил объединить сразу несколько дел в одном месте в один день. Значит, у нас здесь большой контракт на 2021 год. Мы будем производить расширение полосы отвода. Значит, в данный момент мы производим обследование. На это обследование я нанял большой гусеничный вездеход, на котором мы будем 3 дня ехать вдоль линии. По завершению у нас появится понимание, в каких местах есть болотистые места, в каких местах нужно будет на будущее делать перебазировку гусеничной спецтехники, колесной, негабаритной спецтехники. В каких местах нам нужно будет работать вручную, в каких местах мы будем штабилировать лес. И, по крайней мере, общая картина всего происходящего будет нам понятна. А сейчас мы ждем гусеничную технику, которую вы увидите ровно через 5 секунд. На вот этом великолепном, зеленом, значит, вездеходе мы должны будем проехать 190 километров за 2 дня. За 3 дня. Передеваемся. Термобелье. Защитную непромокаемую одежду. Теплые ботинки. Мы горим. Дым идет, я смотрю в камеру. У нас отличное настроение. Мы добрались, наконец, до места. Десантирование. Вот. Теперь нам предстоит до темна проехать хотя бы километров 20-30. Это болото-болото. Если сейчас ногами встать, то мы начнем тонуть. Мы сейчас по БМПшке, короче, забуксовали и непонятно, что так сказать. Сейчас надо будет бревна. Бревна можно стрелку пилить. Ногусеницу скрепить. И будем пытаться званить как-то. Девушка встать. И нам дыхать. Не надо. Все пи*****. Ребят, там сказали, что пи***** приехали. Ну вот мы и засели. Контент пошел. Спроба. Нормально, да. Получается у нас километра два еще в сторону ехать Че с ней сделать? Че с ней сделаешь? Вот так, вот так Короче, спилили бревно, короткое сделали Сейчас принесут другое, будет более длинное Кладем между гусениц, привязываем к одной гусенице, к второй гусенице И поехали, он через него перескакивает Таким образом вылазит машина из болота Обрезать не надо? Да, обрезать в сторону Пою? Да Прямо сюда? Ну, пониже Интересно, когда это работает, двусторонка как рычаги, за ней цепляется и за счет этого вылазит Мастер класс по тому, как вытаскивают гусеничную технику из болотки Почти уже в конце Так, сделали остановку перед рекой Сейчас пойдем посмотрим, что нам стоит, что нам стоит преодолеть Ну че, Ерец, переплывем? В легкую Наверное 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 Мы добрались до этой реки Что, поедем, на лево плыть, я так понял Смотри, как мы эту трассу Платную дорогу Ты уверен, что здесь мост? Нет Или трубы? А как мы знаем? Не знаю Здесь, может, трубы положены И тогда что? А тогда мы не переедем через трубы И тогда мы не влезем туда Вдруг запляшут Я хочу доехать до дороги и вдоль дороги повернуть налево А ну да, так я тоже думаю Смотри, а есть еще река, груши целая А она где? Чуть дальше Сюда Вдоль дороги туда и тут Ну, тут Ну, мы тогда тут, видишь Здесь Ну, я уверен, там трубы обычной быть не может Запросто Скорее всего, здорово Ну, блин, река относительно большая Ну, ладно, что, поехали Подожди, давай, Смотри, давай решим Давай доедем до дороги Может, там что-нибудь есть Бля, ну то провода на айфон есть с собой? Есть Прикинь Ты прикинь, у меня прям с собой провод на айфон есть Смотри Прикинь, да, в поле Слышишь? В поле, в болоте Ты такой страшный У кого есть провод с собой на айфон? У меня есть провод на айфон Может, у тебя пивасика есть? Пивасика тоже нету У меня есть, знаете что? Сейчас я покажу У меня есть телефон, который держит две недели Батарейка Еще и фонарик включается Вот так немцы в сорок первом Ах Ну на лево В сорок пять градусов, ребята В сорок пять, да Батарейка 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 Уже стемнело, а мы до сих пор в пути Сейчас должны добраться до брошенной деревни Заночуем в этой деревне, если ее найдем 20.02, да Мы уже жарим шашлыки Ребята собирают палатку Будем собирать три палатки Юрик отдыхает Тачку припарковали у дуба Ребят, сейчас покажу Что мы обнаружили Значит, колючую проволоку Немецкую Смотрите Как мы узнали, что он немецкая А вот это В серединке жилка Она граненая Не знаю, увидите, не увидите Вот он наш танк Ребята уже полтора часа собирают Палатки собирать Это дело какое Какое? Тяжелое Особенно, когда ты До этого на танк А завтра весь день еще и переплывать будем Надо еще катер найти Который нас через речку на буксир возьмет Двадцать километров крюк Где-то да Мы просто эвакуатор Мы сейчас, допустим, найдем Мы до места загрузки ехать Черт знает сколько Но нас-то не спасет Потому что у нас тачка вон там Отсюда тачка Хедрох двадцати Наш единственный вариант Это гнать сейчас к тачке Эвакуатор поедет туда и не поедет Большой вопрос Да поедет Наверное Наверное поедет Во сколько он там будет Во сколько мы там будем Непонятно И не получится ли то же самое Этот эвакуатор Который мы На который мы погрузимся Десятитонной машиной С какой скоростью он поедет По этой сраной дороге По этим колдоебинам Сколько мы будем ехать? Тоже натоши выйдет Ну я думаю Тоже натоши выйдет Да Я думаю так А здесь мы как минимум Получим качественное впечатление Здесь народу было много Приехали сюда в конце сороковых Ну люди уже чем-то тут занимаются Да там металлом там чем-то другим Вот Ну Типа до пятидесятых годов Здесь никто никого не хранил Вообще ничего не было А в пятидесятых В конце пятидесятых Загнали сюда пастолистов И типа они просто там пахали По трупам Взрывались Ну там пахали А? Да? Что скажешь? На завтрак будет просто гречка Ага Ага Восемь тридцать восемь Восемь тридцать восемь Восемь тридцать восемь Нужно собираться конечно Знаете дуб нас это Чего? Накормил и обогрел Это да А вот она это колючка Это дубы да? До сих пор да? Да Сейчас тех времен Ну как ночь? Ночь вообще пушка Когда я ночевал у костра Мне понравилось больше В палатке Нет парни в палатке хорошо Первую ночь услышь сложновато Но если у тебя получилось Спится вообще отлично И с утра ты осознаешь Чтоб тебе не пришел Медведь за ночь Не пришли грабители Мурдалаки тоже не пришли Ну когда за палаткой кто то есть Костер жгут не так тревожно Утро это не время для всякой нечисти Поэтому с утра спать особенно кайфов Да Чтобы вы понимали вот эту тему Обычно да Вот сюда наваливают камни Снаряды найденные Слушай мы тут костер не на снарядах жгем А мы тут как бы набором костер Ну может быть В таких местах конечно обычно металликом смотрят Или там как-то арматурой тесют Чтобы не было никакой ерунды Второй день пошел Сегодня переночевали В заброшенной деревне Ну это так можно назвать Заброшенной деревне Ее уже нет Ее не существует Дуб огромный Колючая проволока Развели костер Разбили лагерь Интересное место Река рядом В 4 утра я просыпаюсь Слышу что ребята не спят И такое ощущение что выспался Утро Прям насыщенный такой свежий воздух Вылазью из палатки Ребята костер Дальше подкидывают Подкидывают Разжигают Так прям замечательно И с 4 утра до 6 утра мы С ребятами посидели Чаю попили Колбаску пожарили И в 6 утра ребята Возле костра В мешочке И спать А я остался В 7.40 утра Услышал первую птичку Рассвет И потрескивание вокруг Везде Такое ощущение что Дикие звери Это на самом деле Мороз Подмораживает Листики сжимаются И такой звук Потрескивающий Интересный Приготовили завтрак Кашу гречневую Покушали Собрали Сейчас выехали И приехали Уперлись в платную дорогу Которая идет на Санкт-Петербург Сейчас ищем Подъездные пути Речку Мостик Чтобы переплыть Под платной дорогой И двинуться дальше Вдоль линии электропередач Макс А какие здесь сражения были Боевые Можешь рассказать? Мы находимся на границе между Ленинградской И Новгородской областями Ага Немцы В 41-м году Взяли Ленинград в кольцо В районе деревни Мясной Бор Наши Второй силами Второй ударной армии Пытались разблокировать Ленинград У них ничего не получилось Их окружили Взяли в кольцо И армию 700 тысяч человек Разбили полностью 300 тысяч человек Угнали Если я правильно помню В плен Порядка 150 тысяч наших бойцов Выбралось Остальные лежат Ну вот где-то Вот здесь В Новгородской области И мы когда ехали Должны были пересечь речку И ребята такие Вот там кладбище Кладбище Давайте поближе Разобьем лагерь И Алексей еще с нами есть Алексей говорит Да тут везде кладбище Очередь экспертов Подписываемся Ставим лайки Не нам куда надо А сколько ехать до туда? Пять? Давай туда два километра Два? Туда езжать два километра Ну можно пять Не больше Пошли проезд Нашли проезд В сплатную дорогу Вон А там болото Такое что Ребята говорят Не надо лезть Утонете полностью Вообще Опа Опа Нормально Оу Миааааа Оу здесь скорее всего где-то была заготовка у леса заготовка и дорога остался даже старая дни лаем смотрите сколько грибов да только грибов вот едем изучаем значит вот эти места топ 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 топе вот это вот место это нам все выпиливать нужно будет расширять прошлись попробовали сейчас у нас уже понимание есть что нужно будет купить для реализации этого проекта то есть бмп нужно будет для перевозки топлива для доставки продуктов вот ребята здесь по месту понадобятся скорее всего маленькие вездеходы на базе ураганы бураны может быть тигр есть гусеничные плавающие маленькие вот это сейчас дальше еще проедем будем у нас будет понимание более точно выехали слезнёвой дороги пошли по болоту болоту ехали нашли блин дашь смотри что даже деформированный патрон уже негодный немецкий коробки под был припасов скорее всего там даже на одной коробке 8.8 как обследование в целом лэб блин сложная очень сложная придется очень часто переезжать пересечения железная дорога платная дорога автомагистраль в принципе это основные сложности я уже не говорю о том что где-то переплывать приходится по болоту тут реально ходишь озеро такое сложно придется попотеть поработать здесь это не по центральному федеральному округу работать интересно находить решение то есть если там в сухих местах там одни сложности то здесь не совершенно другие здесь и техника уже гусеничная или на шинах низкого давления должна быть здесь 3 лёвочники уже другие у меня крутые лёвочники придется пилить скорее всего хорвестером по зиме в декабре заходить и фарвардером собирать все это стабилировать как-то так я думаю что еще может быть экскаватор на гусеничном ходу на болотках тусеницах кто-то будет ставить с головкой мученной такой экскаватор 220 может быть даже 300 и более мощный и полосу отвода сразу мульчировать доехали до реки волхов ух она сейчас позади меня сейчас будем определяться и скорее всего поплывем на тот берег поехали Что, не течет? На жопу сейф надо, да? Да, жопу сейф надо, да? Да, он же туда хвалил Не течет, не? Не течет, Ром Давай закроем сейф Ну что, нормально? Ну, вроде бы бурят Закармливаешь, да? Не закроем Уточку поставай! Не-е-е-е Подмыли Уточку поставай! Ну как? Уточку поставь Пиши, не смотри Пиши 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 Сейчас попробуем Это будет, это уже жесть Смотрите, каким углом мы идем Нормально Ну нам еще, сейчас спускаемся еще и подниматься. Блин, ребят, это было жесть, я чуть в штаны не выложил. Было желание даже в некоторые моменты выпрыгнуть из БМПшки. Не было желания? Выпрыгнуть. Нет, но я ждал, если она начнет лапа катиться назад, то я буду. Так она еще может нос затрать и перевернуться назад. Были случаи такие вот, и я уже готовился выпрыгивать. Сидим в болоте. Ехали-ехали, поднагрелись сильно. Болото прям болото конкретное. Ну да ладно уж. Самое страшное болото мы преодолели. Юра, который нас везет на нашей БМПшке, сказал, что она сегодня прошла все самые наисхожнейшие испытания. Он говорит, я ее так никогда не испытывал. Вот. Естественно говоря, мы все думали, что останемся в болоте. Мы заселились на болоте. Сейчас покажу, что там из болота. Ну тут место уже такое. Опа. Место попроще, чем. Там топи вообще полные. Мы пол танкерки так вот вместе с гусеницами в болоте еле-еле ехали. Кто не знает, где растет гусеника, смотрите. Вот она. Вот она, родимая. Ее тут вообще тьма-тьмущая. К бабушке на поляне клубники. Ребята, теперь давайте расскажем зрителям, что было сегодня ночью. Как это случилось. Юра, скажи ты, что сегодня ночью произошло? Спал, никого не трогал. Тут стук такой дикий, прям в танкетку. Там медведь. Да? У меня медведя не было, собственно. Вообще, бля, не так все было. Ну, грохот стоял в танкетке, пиздец. Такое ощущение, что он, блядь, спалки. Там грохот стоял. Ну, когда я проснулся, кричали, кричали, вылазите, вылазите, медведь. Выскочил из палатки. В носках и без трусов. Да ладно. В носках выскочил, заскочил на танкетку. Ребята указывали пальцами, что там медведь. Потом корень от дерева мы приняли за медведя. Застреляли его в упор. Убили корень и легли спать. Убили корень, легли спать. А меня стошнило. И потом оказалось, что у меня температура 39. Меня просквозило вчера в поездке по вот этому болоту. У меня была температура 39. Выпил две таблетки протестамола. Пропотел. И сейчас утром проснулся, все, температуры нет. Ребята, а вот он этот корень, который ночью казался медведем. Корень два. Да, вот его расстреляли. Не, ну, слушай, обосрались же все ночью. Нет, ну, конечно, когда тебя кричат. Бегом на танк, бегом! Конечно. Еще когда вечером мы истории рассказывали про злостных медведей, которые... Всех съели во всех историях. Да, да. Никто не выжил. Да. И одна история была, что выжила женщину. Значит, женщина спала в палатке в спальном мешке. Пришел в лагерь медведь. Растащил палатку. Начал рвать спальник. Женщина была на животе. И не подавала звуков, движений. Медведь ее просто оттащил в лес. И начал прикапывать. Она выжда в какое-то время. Израненная. Когда медведь ушел, встала. И пошла. И приготовила ему завтра. Домой. Пошла мстить медведеву. Ага. Уже третий день. Ехать осталось непонятно сколько. Интернета нет. Сколько? Десять. Километров десять? По болоту. Мы за два дня прошли сорок. Давай, давай. Заводись, родимая. Сейчас прогреется. Что мы сейчас будем делать, Макс? Сейчас мы для безопасности оттяжем король баллон. Ага. А потом абсолютно безопасно. Попробуем положить его в костер. Не повторяйте. Посмотрим, что выйдет. Да. Надо единственный скотч или еще что-нибудь типа этого. Есть скотч? Скотч есть! Скотч есть! Да. Давай. Он далеко. И не бахнет. Не, может бахнет сейчас. Пора бить бусинку. Ага. Покажи. Это внешняя сторона дна. И выпукла именно вот в эту сторону. Пуля вошла сюда. Точнее, картечь. Забава. Наше путешествие завершилось. Мы проехали в районе 60 километров. Я просто ва... У меня больше нет сил ехать дальше. Болото. Деревья. Лужи, реки. Мы переплывали. Мы это сделали. Мы преодолели. Даже сам хозяин БМПшки сказал, что сегодня его машина... Вернее, не сегодня, а за эти три дня она прошла самые наисложнейшие испытания. Вот. Как и в разных других экспедициях у нас не произошло без всяких эксцессовых ситуаций. Ночью мы стреляли в животное, которое утром оказалось большим гигантским корнем. Мы выскакивали из палаток с криком, пацаны, быстрее медведь. Мы выскакивали в носках, голиком, раздетый из мешков спальных. Прыгали на броню. Ладно, погнали смотреть БМПшку. Значит, изначально БМП, боевая машина пехоты. Неправильно чуть-чуть. А как? ГАС-73 ГТМУ. Правильное ее название. А, тогда вырезать надо будет. А так, не вырезай. ЖИМ! Так, вместительная. Если, сколько сюда людей влазит? Ну, человек 8 влазит. Но внутри вряд ли кто-то захочет сидеть, если вы едете куда-то на дальняк по болотам. Все обычно сидят сверху. Внутри может чуть-чуть... Вместимость сверху не ограничена. Да, вместимость сверху не ограничена. Макс, у меня первая мысль медведь. Он такой ломает веточки, такой хрусть-хрусть. В процессе поездки сколько раз? Три раза мы засаживали ее, да? Да, три раза мы ее засадили и в одном случае только вытаскивали. Да. В остальных случаях все, выезжали сами. Выезжала сама, да. Какой двигатель у тебя стоит? Белорусский турбированный. А это у тебя? 245-й Д, 245 двигатель. А он это стандартный, он комплектуется? Нет, стандартный идет двигатель от такого автомобиля ГАЗ-53, ГАЗ-66. Юра, а ролики на этих машинах, они всегда стояли? Откуда вообще-то? У него отсутствует заднее колесо, вот этот ленивец, который маленький. Вот он. Вот этот, который везет лампку. Вот этот. Ага. Получается, вот гусеница натягивалась вот по этому катку и возвращалась по вот этому каткам сверху обратно. То есть угла атаки, когда при движении назад, вообще не было. Это вы траки добавляли сами уже? Да, да, да. Получается, еще что сделано? Вот эти верхние подвесные катки. Они полностью сделаны, вот эти вот они, сделаны вручную на токарном станке под ступицу, по-моему, вот восьмерка-девятка Жигули. Вот. И также еще поднято торсионы, чтобы просвет был выше. Так, ладно. Юр, расскажи, что это за цепи, как ими пользуются, в чем они помогают, как они спасают, что это вообще за хрень? Ну вот, в этой повестке они один раз нас спасли. Так называются они самовытаскиватели, по-моему. Ну, что-то такое. То есть при застревании машины выпиливают ближайшее бревно диаметром примерно 25, ну, чтоб не сломало. Вот. По длине, ну, там, 3 метра, допустим, так возьмем. Чтоб вот, допустим, вот так. А можно 4, наверное. Да. Ну, смотри, какое болото. Получается, вот этим продеваются в бревно. А с той стороны бревно одевается, и с этой стороны бревно одевается. И, допустим, одевается вот за внешние уши. Ага, там одел, и здесь одел, да? Да, да, да. И все, и получается, начинаем движение. Бревно затягивает под гусеницу. И, получается, танк наезжает на бревно и выезжает. Топливная система, а точнее, баки с дизельным топливом. Сколько здесь баков, сколько вы с собой везете в запасе. Я расскажу, вообще, вот я сегодня утром наблюдал, как ты переливал с той стороны топливо, и потом заливал их с этой стороны. То есть, здесь, в этом транспортном средстве, есть четыре топливных бака. Вот, получается, сейчас даже могу демонстрировать. Давай. Вот. Все, здесь заливная герлоина. Вот бак. Все просто элементарно. Вот он еще один бак. Здесь вот тоже самое. И с той стороны еще два бака, да? Да, вот. Все тоже самое. Получается, четыре бака. Вместимостью. Сейчас, только скажу даже. Здесь есть линейка. В баке. Такая. Где показывает, сколько топлива. То есть, вместимостью 100 литров. Вот этот бак. Вот. И, получается, он с собой топливо может везти 400 литров. Сколько мы за три дня путешествия, значит, 60 километров возьмем по максимуму. Да мы проехали? Сколько мы сожгли топливо? Около 130 литров. Около 130 литров. Поменьше. Что это за заслонки? С правой и слевой стороны. Здесь стоят штатные его радиаторы. Установлены два электрических вентилятора. То есть, механически выкинута, потому что не подходит по шкивам. Потому что двигатель поменен. Вот. Вот это, получается, заборники. Воздух отсюда он забирает. Продувает двигатель, там выдувает. Вот. Во заводских чуть-чуть наоборот. Получается, вот оттуда забирает, отсюда выдувает. Но для этого двигателя, сколько пробовали, не хватает продувки. И вот это расположение вентиляторов подошло больше всего. Расскажи немножко о кабине. Что есть у тебя в кабине? Места мало. Ничего не видно. Печка есть. Даже дует, обогревает. Но так как едем с открытым люком, практически она не помогает. Ширюбка, ехали, наблюдал. Вот у тебя голова немножко повыше. Ты смотришь. Вот, а если вот, когда мы наскакиваем на кочку, я все думаю, блин, это ты шудариться можешь, получается. Да, и вот я старался всю дорогу, вот мы ездим, я вот сюда подставлял руку. Потому что, если что, кочка, пень, то, получается, выбиваешь все зубы. Слушай, а покажи шапку танкиста. Поэтому танкиста такие шапки, да? Да, она и тоже не спасает. Не спасает? 1979 год. Шапка танкиста. Нормально. Па в комплекте с техникой. Ручки. Вот. 79 год. Нет, Антон, не налезет. Нет? Ладно. Так, дальше. Броня. Вы ее испытывали? Нет, испытывал ее производитель. Производитель? То есть она идет уже с испытаниями. Так как он идет, мало было бронированное транспортное средство. Для эвакуации вообще раненых. Для доставки личного состава там в поле боя. И на сколько она бронированная? Что она может выдержать? Ну, попадание. Вот. Вмятенькая. Да, автомата Калашникова. Это автомат Калашникова? Да. С расстояния где-то приблизительно метров сто, допустим, они испытывают. То есть пистолетный патрон ее не пробивает. Автоматный, но если только может с упора ее. А что это за такие штучки? Это? Для тех, кто не знает. Раз, два, три, четыре. С той стороны. Ну, гражданская версия, они не нужны. Во военные это получается, когда все закрыто, все люки. Вот. И получается смотреть в эти отверстия. Здесь получается смотришь снизу, через зеркала выводится сюда. И смотреть куда едешь вообще. Забыл как они называются. Ладно, фары, про фары. Мы ехали ночью, я бы не сказал, что прямо они светят супер. Фары родные, военные. С приборами вот этими вот. Сейчас они нажимаем. Да, с заслонками они. Вот ее заводское. И она получается с полосочкой все едешь? Да, да, да. Это там при движении ночью для приборов ночного видения. Чтоб не было видно высоты. Расскажи вот эти три дня поездки. Чем они тебе запомнились? Ну и мы когда ехали, когда мы выехали из болота, ты сказал, все, она прошла самую суровую тест-драйв. То есть у тебя таких поездок не было, таких тест-драйвов? Нет, таких тест-драйвов я еще и не устраивал. В принципе, что, за три дня никаких поломок, ничего, все выдержало. Все прям идеально прошло. Все болота. Ну самое сложное, это были болота. Потому что в болота мы еще не ездили на ней. Такие прям суровые. Прям болото-болото. Так, ну и самое интересное, что нужно знать об этом. С транспортом средствами оно плавающее. И мы пересекли реку, как она называется? Волхов. Волхов. Примерно где-то 200, может 250 метров. Мы когда спускались в воду, значит, рыбаки там с правой стороны. Рыбку ловили, было видно и удивление на лице, когда мы спустились и поплыли. Да, наверное, все. На этом выпуск заканчивается. Я думаю, достаточно. Сейчас мы пойдем заниматься обедом, отдыхать, переодеваться. Вызвали такси, поедем за машиной и собираемся и газуем дальше на Москву. Танк грузим на трал и отвозим в Сков. Да? Да. За сколько вы ее приобрели и что у тебя еще из техники есть? Ну, я думаю, не будем раскрывать. Секрет. Секрет. Ладно. Так, также имеются еще что у нас? Трелевочные трактора на гусеничном ходу. Краны на гусеничном ходу. Ага. Простые краны. Судья оказывается? Да, да, да. Ребята, если кому-то понадобятся трелевочные краны, ой, это не, трактора и автокран на базе трелевочника, да? Да. Ссылочка в описании. Да, в принципе, если кто-то захочет также прогазовать, как и мы, за очень дорого, я думаю, Юра второй раз поедет. Нет, второй раз я не поеду. Давай, пятюню, все, погнали. Подписываемся на канал Мульчер Эксперт, ставим лося вверх, репостим в социальные сети. Субтитры создавал DimaTorzok